Привет всем! Решу маленько показать вам собственно ферму где мы живем уже два или третий день сегодня две ночи уже тут проночевали в общем покажу как живут колумбийские фермеры это собственно главный вход ворота на ферму через эти ворота мы сюда и попадаем это когда-то основной дом теперь это дом гостевой ферма на которой которая принимает туристов поэтому вы можете приехать сюда и что-то там по-моему 15 долларов или 20 долларов в сутки поселиться вот в такой классический колумбийский дом фермера говорят ему уже около 100 лет здесь вот собственно понятно какой основной род занятий фермеров здесь выращивают и обрабатывают кофе вот он лежит сохнет вообще вот это насколько я понял это отбракованный кофе то есть это тот который уже в кофейне не попадет его или сами хозяева будут использовать пить потихоньку либо как мусор там продадут его смешают с чем-нибудь или он пойдет на растворимый кофе там собственно вот она если мы дальше пойдем у нас кофейные посадки там на склонах знаю видно или нет куры индюки здесь живут куры индюки здесь живут а вечно есть но их их не едят их воспользуют не для еды петух петушару по испанский петух петушару маленькие курицы большие овечки то есть здесь главная концепция у фермеров это органика ферма то есть здесь не используют и удобрения всякие вещества которые подавляют сорнетий то есть все все растет естественно путем овечки пришли деть саши и маленькие овечки небольшие овечки ну какой хвост длинный сидеть видите газе у них длинные хвосты сразу видно это не наши овечки так вот посмотришь у него шерстка конечно какую ты как у собаки вообще не курчаются там еще есть загонщик это тоже вот сушилка сейчас покажу у нас теплицы у них сушилки это псину мороча кобелек мороча это по моему черный переводится вот собственно кофе сушится почти сухой что-то да значит наверно столы или кровать не помню как они называются есть еще и автоматическая сушилка тоже сейчас я покажу слышно как она будет это тема типа как у рима николаевна для сушки ягод и помидоров сейчас я покажу так здесь у них по моему они его моют кофе он баки отходы какие-то то есть по моему его здесь моют в эти закрывают для вот они стоят баки без доступа воздуха кофе здесь какое-то время хранится в воде чтобы прошла первичная ферментация это тоже больше на и нас кофе а может и без не знаю да а здесь вот на склонах он собственно кофе растет еще куча всяких деревьев под тенью которых кофе и произрастает бананы и авокадо и манго вот это манго по моему чего только тут нету все произрастает в естественной среде человек все эти деревья которые тут растут их никто не садил они выросли сами благодаря матери природе только кофе был высажен и они пытаются существовать в гармонии кофе и естественные среда раньше здесь использовали агрессивные земледелия то есть вытрабливали всю растительность прочую оставался только кофе сейчас концепция другая кофе более вкусный дорогой и наверно мать природа благодарна нам за это красиво хорошо не жарко это дом хозяйский здесь живет хозяин своей супругой знаю работники приходящие работники и сидим постоянно кошка такой-то мишка прям тихо сегодня прям тишина это я вам уже показывал сейчас смотрите какой есть раритетище однако рено 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 4 т.л. рено 4 т.л. наверно сушилка раз два три яруса от зеленый кофе а или это уже это да это зеленый кофе уже очищенный я не знаю он сохнет тут еще или это его отбраковали скорее всего это какой-то отбракованный а это все запах дождь или нет что интересно куры индюки собаки и прочая живность не жрет это все интересно им кофе странные дела покажу еще наше помещение что мы люди прилегли попозже покажу где собственно мы отдыхаем вот тут мы обычно ужины это все что выросло на участке бананы гуаява груша это гуаява вот это похоже на хурму но это не хурма это лула я еще не пробовал знаю что это яблоко неужели тоже тут растет странно это апельсины пробовал я сегодня этот апельсин очень легко чистится очень сочные ну просто очень сочные там сок из них льется просто-напросто но как бы не сильно они апельсиновые вот прикольный фрукт плод тамантного дерева смесь не знаю помидора и какого-то экзотического фрукта интересная штука так вот это что у нас вот это я не помню что это такое авокадо тоже тут растет это типа мандарины но они кислые падла как лимон и по вкусу просто лимон лимон мандарин чуть-чуть такое вроде все показал это гуаяма знаменитая вкуснятина и узнаваться его кусаю пусть завидует не спустую Пойду посмотрю на процессе. Это тут же жилые помещения для гостей. А, он просто измельчает. А, он просто измельчает траву для комфорта, то есть... Угу, understand. То есть здесь траву. Глифосат. Глифосатом не травят, как Володя. Тут фермеры думают о природе. Кстати, ферма называется Пача-мама. Это из индейского что-то. Пача, по-моему, земля-мама. Такая мать-земля. Что морочу? Морочу. Лабрадор. Кто понимает в породах. Угу. Еще одна есть самочка. Да что вы, мои золотые. Ну, поэтому тут так. Утром мы ходили садить... Новые кусты. Наверное, вы уже этот видос посмотрели. Вколи добрались до этого. В общем, красота. Овечки. Овечки. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Субтитры сделал DimaTorzok